Тема моего доклада будет касаться удаленной идентификации физических лиц в финансовом секторе, тех задач, которые мы хотим решить внедрением этого нового для нас понятия – дистанционная, удаленная, цифровая идентификация. Вчера эту тему так или иначе затрагивали. Ну и мое наблюдение, что действительно это очень важная тема. Тема мы взаимодействуя с участниками финансового рынка пришли к выводу, что во многом те ограничения, которые сейчас существуют, они сдерживают развитие цифровых сервисов. Опять же, как вот сегодня было сказано в докладе о стратегии развития основных направлений финансового рынка, мы не видим сейчас возможности развивать финансовый рынок без внедрения соответствующих цифровых информационных технологий, без перехода в каналы соответствующие, в мобильные каналы, без дистанционного обслуживания. И здесь тема идентификации, надежной идентификации, идентификации, которая позволяет, минимизируя риски с одной стороны, с другой стороны, все-таки дать возможность развивать удобные для клиента, качественные сервисы – это тема очень важная. И мы вот когда общались с рынком, заметили, что, в общем-то, эта тема действительно наиболее актуальна. Когда мы спросили, вот что для вас важно, с чем вы хотите поэкспериментировать, на что нужно обратить внимание, практически так или иначе все вот кейсы относились к идентификации. Сейчас, понятно, идентификация у нас определяется, требования к идентификации определяются нормативными актами, в частности, всем известный закон 115 ФЗ, есть закон 4015, относящийся к страховому рынку. Этот закон, как вы знаете, с одной стороны, позволяет делать идентификацию цифровую, но она там так называемая упрощенная, это самая идентификация с достаточно серьезными ограничениями на сервисы, которые могут быть предоставлены клиенту, если он идентифицировался в финансовой организации, с помощью вот так называемой упрощенной идентификации. И, собственно, полноценная идентификация, она происходит при личном присутствии гражданина, в момент этого присутствия, в момент этой личной явки в финансовую организацию, соответственно, происходят все необходимые действия, проверяются подлинность документов, сопоставляются информации из различных источников, и только после этого финансовая организация может начать оказывать полноценные услуги. Причем, если клиент захотел прийти в другую финансовую организацию, он опять также обязан пройти полноценную идентификацию в личном присутствии. Соответственно, это в некоторой степени, причем в достаточно значительной степени, сдерживает развитие дистанционных услуг, препятствует финансовой доступности, полноценной финансовой доступности, особенно в удаленных регионах, там, где, собственно, нет возможности прийти, лично прийти или каким-то образом другим проидентифицироваться в финансовой организации, которая не представлена в регионе, не имеет соответствующих отделений. Соответственно, конкуренция на рынке страдает. Опять же, финансовые организации, имеющие привлекательные сервисы, но не имеющие возможности проидентифицировать клиента, не могут оказывать эти услуги. Ну и, собственно, в целом цифровые услуги, развитие цифровых услуг сдерживается. Вот эти цели мы видели перед собой, повышение финансовой доступности, повышение качества сервисов, повышение конкурентоспособности. Мы видели для себя, когда подходили к решению задачи развития механизмов идентификации, развития удаленной идентификации. В прошлом году мы совместно с Минкомсвязью, совместно с Росфинмониторингом проработали этот вопрос и выработали некоторую концепцию, о которой я расскажу, которая была согласована, и сейчас в рамках этой концепции идет развитие решения. Мы пришли к выводу, что местом базы данных, в которых будет храниться идентификационная информация, должна быть государственная система, которая уже имеет инфраструктуру соответствующую, к которой подключено достаточно большое количество участников, взаимодействие участников финансового рынка, и, собственно, такой системой была определена ЕСЕ – Единая система идентификации и аутентификации. Но, опять же, вы знаете, там есть сейчас несколько типов учетных записей, в том числе подтвержденные учетные записи. Простая запись, вот как раз простая, она сейчас уже может использоваться для проведения упрощенной идентификации. И мы выработали подход, который заключается в следующем. В концепции будет предусмотрено проведение полноценной идентификации при личном присутствии однократно. То есть человек может прийти в финансовую организацию, пока на начальном этапе это будут кредитные организации, и перечень кредитных организаций, которые смогут проводить первичную идентификацию в личном присутствии, он будет на начальном этапе ограничен для того, чтобы безопасно пройти фазу тестирования, пилотную фазу. Соответственно, клиент приходит в эту организацию, приносит с собой необходимые документы, сообщает о себе некоторые данные – фамилии, имя, отчество, гражданство, пол, дата рождения, реквизиты своего паспорта, адрес регистрации, СНИЛС, ИНН, опционально свой телефон и имейл. В момент посещения, соответственно, банк проверяет, предпринимает все необходимые меры для того, чтобы проверить подлинность представленных документов и снимает биометрическую информацию. Это фотография, голос на начальном этапе. В дальнейшем требования к биометрии будут меняться, развиваться, потому что мы понимаем, это очень такая сейчас быстро меняющаяся область, в которой возникает много инноваций, правильных инноваций. Но здесь для нас очень важно, с одной стороны, опять же вчера задавался вопрос по поводу уровня доверия к этим методам биометрической идентификации. Ну, во-первых, в комплексе уже цифра достаточно адекватная, и нам она подходит. Мы сейчас вот до конца как раз определяем требования к этой биометрической идентификации совместно с Минкомсвязью. Плюс очень важно, все-таки, опять же, чтобы сделать эту биометрию доступной, очень важно не использовать очень дорогие инструменты и механизмы, которые бы не потребовали каких-то дорогих устройств, очень выдвигали бы сложные требования к оборудованию помещений, в которые проводится эта самая идентификация, сбор информации. И банк в дополнение еще берет у клиента согласие на передачу информации в ЕСИ и ее использование в дальнейшем другими финансовыми организациями. Собственно, клиент еще также дает согласие банку, который будет использовать в дальнейшем эту идентифицирующую информацию, подписывать с помощью простой электронной подписью документы этого клиента. Эти сведения направляются в ЕСИ, создается там запись учетная. Одновременно происходит кросс-проверка информации с базами данными, с БГИРами, информресурсами МВД, Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. То есть мы проводим кросс-проверку, верификацию информации. Кроме этого, в дальнейшем предусмотрена еще проверка подлинности предоставленного номера телефона по паспортным данным. Здесь еще есть ряд вопросов, которые мы сейчас решаем. Ну и, собственно, создается подтвержденная учетная запись. Причем это будет учетная запись, по сути дела, нового типа. Сейчас вот те клиенты, которые имеют подтвержденную учетную запись в ЕСИ, на ее основе не смогут получать еще финансовые сервисы, потому что для того, чтобы выполнять все требования под ФТ, требования 115-го закона, нам нужны еще дополнительные инструменты для проверки этой информации. И, собственно, клиент получает логин, пароль от учетной записи в ЕСИ, которыми в дальнейшем будет пользоваться для того, чтобы аутентифицироваться в финансовых организациях. Собственно, в дальнейшем удаленная идентификация, сама по себе удаленная идентификация, когда пользователь хочет получить услуги в какой-то организации, на начальном этапе это кредитная организация, в дальнейшем будут и не кредитные финансовые организации, по всей видимости, пользоваться этой возможностью. Пользователь отправляет заявку, То есть это какой-то банк, в котором он раньше не был идентифицирован. Заявку, например, на открытие счета, совершение какого-то перевода. Банк перенаправляет пользователя и пользователь аутентифицируется в ЕСЕ, в банк, в обратную сторону передается необходимая идентифицирующая информация, о которой я уже, собственно, сказал. Опять же происходит подтверждение, еще дополнительный фактор аутентификации путем подтверждения через СМС по номеру телефона, который пользователь указал. После этого банк в дистанционном канале проводит сверку биометрических данных в ходе сеанса видеосвязи. Эти требования еще будут, как я уже сказал, определяться рекомендациями Банка России. И после этого, после того, как подтверждены соответствующие все атрибуты, считается, что идентификация пройдена, клиент с этого момента может получать информацию в финансовой организации. Я сразу замечу, конечно же, требования и методы KYC, которые банк имеет, они не исключаются этой схемой. Банк может и должен для того, чтобы минимизировать свои риски, также еще проводить дополнительные процедуры KYC. Ну, собственно, здесь ничего не меняется по сравнению с текущей ситуацией. Что важно? Вот эта вот схема еще будет подразумевать и предусматривать обновление информации. Вот в ближайшее время мы как раз, собственно, организовывая эту конструкцию, еще проработаем вопрос синхронизации в пуш-режиме информации с бьерами, с базами МВД, Пенсионного фонда, ФНС. Как только меняется информация в этих базах данных, она тут же будет обновляться и в ЕСЕ. Кроме этого, развод, опять же, как это предусмотрено действующими нормативами, банки будут обязаны актуализировать информацию. Конкретно процедура еще будет определена, но логика должна быть такая, что процедуры будут обеспечивать актуализацию, ежегодную актуализацию информации о месте регистрации, номер телефона, имейл, если поменялись. Ну, собственно, опять же, банки сейчас это делают, только вас будут не 10 раз беспокоить, клиенты будут не 10 раз беспокоить, а один раз в год будет запрос или от банка, который провел первичную идентификацию, или от банка, который, собственно, первым, по сути дела, совершает какую-то операцию по прохождению вот этого отрезка времени. Будет информация актуализироваться. Вот этот порядок сведений мы еще отработаем на этапе тестового применения в течение ближайшего года. Вопрос этот будет решен. Ну, что необходимо отметить, здесь ничего не меняется. Минкомсвязь, он, собственно, ФАИФ, который отвечает за ЕСИА, оператор, опять же, технический оператор Росотелеком, это известно, то есть здесь вот принципиально никаких изменений не предвидится. С точки зрения ближайших шагов, в течение 12 месяцев, после того, как мы окончательно решим все технические проблемы, произойдет тестирование, ну, можно сказать, пилотный проект. Но что важно, нам задают этот вопрос, на этапе пилотного проекта будет выбрано несколько кредитных организаций, которым будет поручено, доверено осуществлять на этой стадии первичную идентификацию в личном присутствии. Но сразу все банки получат возможность информацией пользоваться. А после прохождения вот этой фазы пилотной будут подведены итоги. Ну, и, естественно, мониторинг будет очень пристальный и нами, и Росфин-мониторингом. Состояние вот этого проекта, кстати, что очень важно для Росфин-мониторинга, очень важная информация, которая будет в ЕСИА иметь тоже в актуальном, по сути дела, оперативном доступе. И будут внесены изменения. Понятно, что, естественно, мы это видим, потребуется корректировка нормативно-правовых актов. Будут внесены, скорее всего, изменения в 115-й закон. Возможно, это вот мы сейчас еще окончательно определяем, будет какое-то постановление правительства, которое будет определять порядок вот этого вот пилотного проекта. То есть вот общая информация такова.